Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Кстати, подписывайтесь и на мой канал. Здесь будет интересно. Сегодня поговорим на прикладную тему, связанную с процессом знакомства. А именно, рассмотрим особенности анкет на соцсетях знакомств и что там размещают. Эта тема важна, поскольку многие люди переживают из-за своих анкет, думая, что могут что-то там упустить. Для удобства разговора в качестве примера будем использовать Тиндер. Если вдруг кто не знает, то это одно из самых популярных приложений для знакомств в мире. Принцип работы Тиндера примерно следующий. Перед вами появляются фотографии пользователей. Вы можете поставить лайк или просто пролистнуть фотографию. При взаимных лайках образуется пара и вы получаете возможность написать этому человеку. Исходя из данного принципа, становится очевидно, что выбор здесь осуществляется не на основе содержания анкет как таковых, а на основе просмотра фотографий. Поэтому подавляющая, ну далеко за 90% часть пользователей вообще анкеты не читает. Но на самом деле не важно, какой именно принцип работы конкретного сайта или приложения знакомств, потому что то, что пользователи не читают анкеты в подавляющем большинстве, это нормально. Такое положение дела обуславливается прежде всего фактором времени. На сайтах знакомств огромное количество пользователей. Ну а теперь вот представьте, сколько времени понадобится, чтобы внимательно просмотреть анкеты каждого из них перед тем, как написать. Ну или в случае тиндера, перед тем, как просто поставить лайк. На это, честно говоря, уйдут недели, месяцы, и это делает всю эту затею просто бессмысленной. Тогда как проще поставить лайк, начать разговор и прояснить все в процессе общения. Я, кстати, не говорю, что это какой-то единственный правильный подход. Я лишь подчеркиваю, что так поступает большинство, поскольку ситуативно это проще и быстрее. И вот если у вас есть какая-то тревожность по поводу того, что вы чего-то не написали в своей анкете или написали что-то лишнее, можете выдохнуть и расслабиться. Потому что статистически вот содержание самой вашей анкеты читать все равно не будет. Особенно это касается тиндера. Так что именно в плане анкеты можно ограничиться заполнением базовых пунктов, которые предлагает сам сайт. И этого вполне достаточно. И на первый план выходят фотографии. Вот здесь остановимся подробнее. В целом принцип достаточности говорит, что нужно загрузить 2-3 портретных фото. Почти в каждом смартфоне сейчас есть такой режим съемки. Плюс 1-2 фотографии в полный рост. То есть это оптимально в целом будет 5-7 фотографий. Но я перечислю еще типы фотографий, которые, на мой взгляд, не стоит размещать на сайтах знакомств. Крайне странным выглядит, когда пользователи... Ну мы фейков и мошенников расчет не берем. Вот когда пользователи выкладывают чужие фотографии или фото, там, цветочков, закатов или каких-нибудь котят. Также в категорию неуместных попадают фотографии в солнечных очках, фотографии со спины, с отведенным в сторону лицом, фотографии с родственниками и друзьями. Не менее странно, когда у человека в профиле десяток фото и почти все они с питомцем. Отдельно нужно упомянуть студийные фото и обработанные фото. Их точно не нужно загружать на сайте знакомств. Честно говоря, выглядит это нелепо и отталкивающее из-за очевидной искусственности образов. В эту же категорию попадают фото типа я прыгаю с парашютом, плаваю на байдарке и так далее. Хобби это, конечно, хорошо, но опять же, сайт знакомства это не социальные сети, не блог. Здесь все это лишнее. Как лишними являются и фото с пляжа, в купальниках для женщин, с голым торсом для мужчин. Да, если цель знакомства оказания неких специфических услуг, то такие фото это круто. В остальном они не нужны, даже если у вас эстетичное тело и, в общем-то, есть что показать. В качестве вывода скажу, что сайты знакомств особое пространство. И чтобы эффективно его использовать, нужно понять то, как оно работает. Потому что пребывать в плену своих иллюзий и опираться на свое понимание результата не даст. Реальность такова, что анкеты на сайтах знакомств почти никто не читает. Поэтому сильно переживать о том, что и как там написать, не нужно. Главным является фактор выбора фото. И тут стоит помнить о принципах достаточности в плане количества фото и уместности. Ведь сайт знакомств, еще раз подчеркну, не социальная сеть. И фокус внимания должен быть на вас, на вашем лице, улыбке, взгляде, на вашей фигуре. А не на том, где вы бываете, чем увлекаетесь и сколько у вас друзей и питомцев. Причем все эти рекомендации как для мужчин, так и для женщин. На этой ноте будем разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я желаю вам всего наилучшего и говорю, до встречи!